О кадровых изменениях сообщил заместитель мэра Анапы Олег Костенко. По согласованию сторон, расторгнуты трудовые договоры с заместителем главы города-курорта Алексеем Харитоновым и начальником управления ЖКХ Леонидом Быковым. И с 1 сентября на должность руководителя муниципального предприятия «Медиагруппа» Анапа утвержден Никита Бойко. На этой неделе в планах сотрудников администрации продолжить работу с беженцами из Украины. Вынужденным переселенцам оказывают всестороннюю помощь – информационную, правовую и гуманитарную. Тем, кто следует транзитам из Анапы в различные регионы России, выдают продуктовые наборы в дорогу. Приведение объектов при дорожной торговле в соответствии с требованиями городских и краевых властей – еще один вопрос планерки. Сергей Сергеев напомнил главе ГАЭКО Дзорского сельского округа и главному архитектору об их ответственности. Игорь Васильевич и Маргарин, пожалуйста, после планерного совещания напишите на мое имя объяснение, почему придорожная торговля до сих пор не проведена в соответствии с требованиями первого вице-губернатора Джабалата Хизель-Шахатова и главного архитектора Краснодарского края Юрия Владимировича Рысина. У вас и у вас. Ваше видение. Если на будущий год, то вам придется еще по одной бумаге написать. И все-таки лейтмотивом общегородского планерного совещания стала работа коммунальных служб. Ситуация, сложившаяся на сегодняшний день в сфере ЖКХ, когда мусор вывозится не по графику, а как захочется мусороуборочным компаниям. Уборка города производится как попало, а зеленение из-под палки. Оставаться таковой не может. Обозначен новый принцип работы. Оплату коммунальной службы по договорам с администрацией будут получать только по факту произведенных работ после оценки ее качества. Следующий этап – управляющая компанией. Их зона ответственности – многоквартирные дома. Ничего не делается. А мы платим деньги, мы платим миллионные суммы. И плюс к этому я еще и рассчитываюсь с прошлогодними долгами. И такое хамское отношение, если один из руководителей, Светлана Владимировна, заявляет, мы сейчас набираем дворников. А что же вы раньше не набирали? А никто не хочет идти. А что же вы счета тогда выставляете? Следующий этап, до которого мы только что подходим, еще не взялись – это многоквартирные жилые дома. Я предупреждаю коллеги с управляющих компаний, что вы вернете все на исходное и сделаете так, чтобы баки были чистые, чтобы под баками не было запаха и собак, и мух. И те обязательства, которые вы взяли перед жителями домов, вы будете исполнять. Никуда вы не денетесь, дорогие друзья. Задача начальника управления по транспорту и связи Юрию Кудрявцеву – привести весь транспорт. Это касается спецтехники в порядок. Первый вице-мэр Светлана Ировая объявила о контрольном сроке итогового совещания по подготовке к осенне-зимнему периоду. До 10 сентября все предприятия предоставят паспорта готовности – отопление социальных объектов и многоквартирных домов, подача теплоэнергии, обеспечение дровами малоимущих семей, заготовка песчано-солевой смеси на личном контроле первого заместителя главы города. Праздник начала учебного года прошел без нарушений со стороны охраны порядка, но с некоторыми недочетами, по мнению заместителя главы Людмилы Мурашовой. Не все школы готовы на 100%, до конца недели все замечания должны быть устранены. Развитие массового и профессионального спорта обустройства нового стадиона в Цибанабалке обсудили в рамках доклада заместителя мэра Анапы Сергея Козлова. Сергей Сергеев подчеркнул – опыт создания и успешной эксплуатации стадиона есть. Вопрос об организации подвоза учащихся в кадетскую школу до конца не решен. Выделены два автобуса из субсеха и станицы Анапской. А вот как добираться до пятихата к жителям Витязева и Джигинки – вопрос пока открыт. Сергей Сергеев потребовал в кратчайшие сроки устранить проблему и еще одно распоряжение – подготовить иск о передаче в муниципальную собственность коммунальных сетей в Киблирово городу. В микрорайоне Суко с 29 августа подача воды жителям многоэтажек ограничена. Нет горячей воды в детском садике. Дома переданы муниципалитету, а вот коммунальные сети до сих пор находятся в ведомстве Министерства обороны. Поэтому и обслуживание осуществляется некачественно. Как только их передадут под контроль муниципалитета, вопрос обеспечения жителей ресурсами власти города решат.